здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале это видео достаточно спонтанно я прочитала комментарий он был адресован мне подобных комментариев я получаю очень много иногда они выражены деликатно например меня спрашивает яна когда вы думаете избавляться от вещей под каким по каким критериям вы будете избавляться от одежды в своем гардеробе это видео выйдет на основном канале прежде всего потому что видео из моей гардеробной вышла на этом канале именно это видео а также последние мои записи компоновка вызывают очень очень много вопросов я на вас так много одежды возможно вам стоит избавиться комментарии есть деликатные комментарии есть менее деликатные когда в общем то всю мою прекрасную одежду для меня она любимой прекрасно называют шмотками шматьем и так далее и в общем то сегодня я поделюсь с вами своим опытом разбора гардеробные да у меня очень много вещей я много раз говорила что большая часть 80 процентов этих вещей были куплены внимание во время во время моей второй беременности то есть это вещи которые даже не могла примерить просто они мне нравились есть вещи на самом деле точнее одежда либо обувь которые я знаю совершенно точно мне подойдет и я могу сказать что я всем своим зрителям желаю совершать в особенности сейчас мы все находимся в карантине примерки 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 потратить боже ну что ж такое потратить большое количество времени на примерки потому что таким образом вы сможете почувствовать в чем вам комфортно, что вам нравится. Например, очень многие мне пишут, явно у тебя такие красивые ноги, спасибо большое, мне очень приятно. Но поверьте мне, вот в таком виде, например, я не могу пойти даже снимать стрит-стайл. В таком виде я могу выйти и достаточно комфортно себя ощущать, осознавая, что все равно я красивая, не важно, куда я поеду, в супермаркет в таком виде, в детский сад, если бы это было возможно, либо со своей семьей куда-то выберусь, либо с мужем на свидание пойду. Я совершенно точно ощущаю и знаю, что я вот так выгляжу хорошо. Но существует уместность и, скажем так, неуместность определенных нарядов поэтому, когда мне пишут, Яна, вот так тебе классно, я совершенно точно научилась различать два момента. Да, одежда, которая мне стопроцентно идет. И второе, когда мне в этой одежде комфортно. Так вот, совершая примерки, я вас призываю совершать примерки, делать концепцию, то есть воплощать концепцию в жизнь shop your closet. Потому что, когда вы три часа меряете свои вещи, вы увидите, как градус вашей же собственной насмотренности повышается, как вы начинаете компоновать все лучше и лучше и лучше. Это на самом деле очень сложно объяснить словами, но это совершенно точно так. И вот таким образом вы придете к пониманию, что вам оставить гардеробе, а что не оставить. Мне очень многие посоветовали разобрать свой гардероб по системе конмари. Я могу сказать вам, что если вы не, скажем так, не имеете определенного возраста, не имеете определенного опыта в том, что касается наряжать себя любимую, вам этот метод совершенно не поможет. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда вы отдадите, продадите, выбросите вещи, которые вам идут и о, скажем так, неналичии которых в вашем гардеробе. Вы потом очень сильно пожалеете, потому что прежде чем избавляться от вещей, нужно совершенно точно осознавать, что мне идет и в чем мне комфортно. Повторюсь, вот эта ситуация с юбкой, она мне безусловно идет. Короткая юбка любая, допустим, каблук идет любой женщине. Но комфортно ли мне в этом, в том, в тех моих делах, которые я совершаю изо дня в день и в той жизни, которую я веду изо дня в день. Соответственно, вот эти два критерия, их нужно очень четко осознавать. И проблема разбора в гардеробах часто заключается в том, что нам это нравится, но мы не знаем, куда это носить, потому что нам в этом некомфортно. То есть мы не знаем, куда это нам носить, не потому что нет, скажем так, представлений, где это может выглядеть хорошо, красиво, уместно, а потому что просто обстоятельства в жизни редко очень складываются таким образом, что мы это можем надеть. Мне, например, как и любой женщине на этой планете, как и вам, идет очень вечернее платье. Ну кому не идет вечернее платье? Вечернее платье, как правило, скроено очень хорошо, у них жесткий корсет, как правило, вшит. То есть они очень структурируют, длинная юбка, прическа, макияж и так далее идет любой женщине. Но у меня нет ни одного, у нас может только одно вечернее платье, и то оно такое у меня, скажем так, его можно носить, допустим, с кожаной курткой и в повседневную жизнь, надевая с более грубой обувью, либо с более спортивной обувью. Это то, что я специально выбирала такого плана на свадьбу к своей подруге, чтобы потом компоновать, как нам часто и предлагают. Я делала обзоры витрин этой зимой, все это кажется уже в далеком прошлом, тем не менее я показывала, что да, нам предлагают вечернее платье витринисты с грубой обувью, например, с сапогами, как бы намекая, что потом вот это платье на выход, все в пайетках, мы сможем носить в повседневной жизни. Кстати, часто меня спрашивают, Яна, вот это можно носить в повседневной жизни? Да, можно. Сейчас есть очень много способов уравновешивать ту или иную нарядную одежду прежде всего при помощи обуви. Это сделать очень просто, скоро выйдет видео опять про трюки, их будет очень много. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Так вот, я говорила, что без вот этого четкого понимания разбор гардероба успешный невозможен. Делала ли я разбор гардероба по конмариам? Признаюсь, я не очень интересуюсь конмариам. Мое отношение к этой женщине, оно двоякое. Я считаю, так же, как считает мой муж, когда я ему рассказала, что такая конмариа, он сказал, ну надо же на простой уборке заработать миллионы. Этим я восхищаюсь. Я восхищаюсь людьми, в особенности женщинами, потому что женщина находится, я считаю, в современном мире в достаточно таком непростом положении. Ты должна быть и мамой, и любовницей, и деньги зарабатывать, и хорошо выглядеть изо дня в день. Очень много социальных ролей возложено на женщину, и очень много ожиданий в ее сторону. Так вот, я восхищаюсь женщинам, которые из воздуха делают деньги. Я не всегда согласна с концепцией, благодаря которой они зарабатывают. И вот, например, это тот случай. Я восхищаюсь конмари, я восхищаюсь тем, что она заработала деньги, она стала известной. Но ее концепция вот для меня лично совершенно не рабочая. То есть очень многие ее принципы по систематизации вещей, по тому, как стоит эти вещи разбирать, сложив, допустим, в середину комнаты, для меня по определенным, совершенно конкретным причинам они не работают. Поэтому могу сказать, что я однажды, боже мой, что ж такое у меня с волосами. Однажды я разбирала свой гардероб, не зная о том, кто такая конмари, да, я все сложила в кучу. Почему я вообще все сложила в кучу? Да просто потому, что такое огромное количество вещей, которые уже у меня было на тот момент, мне некуда было складывать. Я привезла две сушилки рядом с гардеробной, их поставила. И, во-первых, я сломала одну сушилку под тяжестью плечиков и одежды. Она у меня треснула просто-напросто. Ну и потом я поняла, что мне проще всего действительно все это в кучу свалить, сложить и потом аккуратно развешивать. Я пробовала систематизацию вещей, об этом даже рассказывала. Юбки к юбкам, рубашки к рубашкам. Я пробовала другую систематизацию вещей. Это, допустим, розовая, розовая юбка, розовая рубашка. Вот здесь голубая юбка, голубая рубашка. Вот здесь, кстати, этот принцип я до сих пор считаю для себя, по крайней мере, самым рабочим. Потому что с памятью у меня все в порядке. Я помню, что я имею розовую юбку, имею розовую рубашку, розовый свитер. Сегодня я хочу все это надеть. Поэтому вот такая систематизация большого количества вещей по цветам. Это очень удобно. То есть ты знаешь, что розовый у тебя висит здесь и красную юбку, как делала я 20 минут, ты искать не будешь. Кстати, кто-то заметил, кто-то нет фонарик, когда я делала влог из гардеробной. Этот фонарик существует как раз-таки для того, чтобы действительно нырять в недру гардеробной, в данном случае моей. Так вот, могу сказать, что все эти способы, по большому счету, я перепробовала. Они более рабочие, менее рабочие. Но самое главное не это. Не это, точнее, не поэтому я это видео записываю. Потому что способы систематизировать гардероб, их миллион. Вы найдете их здесь на ютубе, вы можете почитать. Вы наверняка их сами знаете лучше, чем любой другой блогер, который на эту тематику записывает видео. Благо женщина в возрасте от 30 до 40 лет уже достаточно опытная хозяйка. Тем более в том, что касается своих вещей. Нет, я хочу сказать и донести совершенно другую мысль, которая действительно очень многим зрителям моим непонятна. Но, возможно, если они смогут ее принять, эту мысль, не обязательно разделять, будет легче разобрать и собственный гардероб. А мысль очень проста. В моем пространстве, в том, что касается одежды и в том, что касается обуви, нет ни одной вещи, даже той, которой 15 лет. У меня есть платье, которому 15 лет. Я обязательно его покажу, включу в компоновке. Я недавно, когда искала свою красную юбку, встретила это платье. Я всегда теперь буду показывать вам свои вещи долгожители. Так вот, нет ни одной вещи, я не преувеличиваю ни одной вещи, которая бы мне не очень нравилась, которая бы мне, возможно, не очень шла, и я бы не знала, как ее обыграть. Я, например, показывала видео про свои платья. Сейчас я очень сильно похудела. Очень многие юбки, платья, они у меня в районе бедер просто пузырятся. Буду ли я относить их на доработку к швею? Нет, совершенно точно. Я не хочу тратить время, я не хочу тратить деньги, но самое главное, я не хочу, скажем так, получить результат, на который я не рассчитывала. А это очень часто может быть, потому что мы подразумеваем одно, швея подразумевает другое, мы друг друга не поняли, и в итоге ты получаешь юбочку, которая, ну, в общем-то, да, не пузырится, но у нее какой-то другой дефект появляется. Я ничего не буду подгонять по фигуре, потому что я знаю, как это можно обыграть. При помощи удлиненного кардигана, при помощи удлиненной рубашки и так далее, и так далее. То есть вся одежда, которая даже обладает какими-то видимыми дефектами, прежде всего потому, что она стала мне велика, прежде всего потому, что, возможно, раньше я все-таки не умела так хорошо выбирать и подбирать под себя. Я много раз говорю, что основная из ошибок, по которым, точнее, основная из причин, по которым мы получаем вещи, которые мы не носим, заключается в том, что эта вещь понравилась нам на ком-то. Допустим, красная юбка нам на ком-то понравилась. Мы себе красную юбку купили, не учтя того, что в красной юбке на нас обращают очень много внимания. Не каждый из нас это внимание комфортно. Соответственно, подобные вещи не носятся. И это вещи, которые попадают в наш гардероб, потому что они на ком-то нам понравились, либо просто они нам нравятся, как идея. У меня огромное количество вещей в моей голове, которые мне нравятся, как идея. Например, широкие брюки палаццо. Но на себе я пока их не вижу. Я знаю, что я куплю себе самые лучшие, самые хорошо сидящие. Мне будет в них некомфортно. Я люблю одежду, когда она имеет, скажем так, узость хотя бы где-то. Мне комфортно в такой одежде. Поэтому я совершенно точно представляю, что должно быть в моем гардеробе. И именно поэтому в моем гардеробе то, что мне нужно. Поэтому, дорогие зрители, сейчас огромное количество времени, повторюсь, чтобы разобрать собственные гардеробы. И опять же, отвечая на вопрос, совершенно конкретно поставленный. Яна, по каким критериям разбирать свой гардероб? Только по критерию, мне эта вещь нравится, либо не нравится. И как часто я смогу ее носить. И внимание, самое главное, насколько я буду себя комфортно в этом чувствовать. Я считаю, что критерий, я эту вещь одену один раз в год, это недостаточный критерий для того, чтобы от этой вещи избавиться. У меня миллион вещей, которые я одену раз в год. Но одев эту вещь, я буду себя чувствовать супер классно. У меня, например, есть платье, которое я совершенно точно не надену, когда мы выходим с мужем и с детьми. Но сейчас мы с мужем вдвоем практически не выходим. Я очень много работаю, и поэтому у нас нет времени никуда ходить. Плюс у меня поменялось очень сильное питание. Я не хочу сидеть в ресторане, где меня не устраивает еда. А те рестораны, которые мы изначально всегда посещали, нам там нравилась, там та еда, которую я, скажем так, есть не буду, даже бесплатно, если мне ее принесут. Очень многое поменялось в моей жизни, но я совершенно точно знаю, что вот в этом платье мне классно. Я ощущаю себя не просто на 100, на 200% в этом платье. Именно поэтому я его оставляю, даже если я надену его раз в год. Внимание! Если для вас этот критерий, точнее, скажем так, этот аргумент недостаточный, я чувствую себя на все 100, но только один раз одену, возможно, вам нужно именно индивидуально эти критерии выстроить. В общем-то, суть этого видео в том, что критерии очень просты. Мне это нравится, мне это идет, и внимание, я себя в этом очень-очень комфортно чувствую. И вот исходя из этого, какую цену, скажем так, я готова заплатить за то, что эта вещь будет год в моем гардеробе и ни разу не наденется. Два года в моем гардеробе и ни разу не наденется. Это, в общем-то, тот посыл, который я хотела бы донести в плане того, как стоит разбирать собственные гардеробы. Ну и последнее. Хочу все-таки обратить внимание своих зрителей на то, что, несмотря на тот факт, что я являюсь блогером, который все покупает за собственные деньги, ни одну из показанных вещей я не отсылаю обратно, я не практикую, скажем так, прикупила, одну оставила, шесть вещей вернула. Потому что, ну, мне кажется, что это неправдивый контент. Я думаю, что, в общем-то, блогерство, тем более оно хорошо оплачивается Ютубом, заслуживает того, чтобы ты работал в свое удовольствие, чтобы ты делал дело, которое тебе нравится, и тем более делал его искренне, честно. И я считаю вообще, что суть успешного блогинга – это прежде всего искренность и быть самим собой. Но, несмотря на это, я хочу обратить внимание своих модных зрительниц на то, что я, выдавая так или иначе модный блогерский контент, я отношусь к определенным своим покупкам, безусловно, осознавая, что я без них могу обойтись. Например, джинсы в своей высокой талии, мне они очень нравятся, я себе бы еще одни, наверное, купила и, возможно, куплю. Но это прежде всего то, что я внедряю в свою гардеробную, потому что я в этом нуждаюсь, а потому что мне необходима такая вещь для того, чтобы вот об определенных вещах рассказывать. Поэтому для меня это то, что я много раз говорила в своих видео о минимализме. Покупка новых вещей является прежде всего необходимостью моей работы. Поэтому здесь на меня совершенно точно не нужно ориентироваться. Если вы за минимализм в своей гардеробной, вы должны следовать вашим представлениям о том, сколько вещей вам нужно и достаточно. Я являюсь стопроцентно инфлюенсером для своей аудитории. Мне это очень приятно и очень отрадно. Но тем не менее, мне бы очень хотелось, что прежде чем кто-то, неважно, я либо любой другой блогер, повлиял на ваше желание купить себе белое пальто, купить себе красную юбку, купить себе белые кеды и так далее, и так далее, вы прежде всего ориентировались на себя. Будет ли вам в этом комфортно? Нужна ли действительно вам эта вещь? Либо вы можете без нее обойтись? Ну и самое главное, в контексте разбора гардеробной, готовы ли вы эту вещь поселить, выделить ей пространство. Потому что, если на сто процентов эта вещь не отвечает вашим требованиям, вы должны помнить и осознавать, что вы лишаете себя возможности завтра, найдя и встретив вещь, которая сто процентов вам подходит, вы лишаете себя возможности явиться обладателем этой сто процентов вашей вещи. Поэтому такое мое отношение к разбору гардероба. Повторюсь, свой гардероб я разбирать не собираюсь. Он был разобран, наверное, три года назад. Сейчас все те вещи, которые там есть, меня сто процентов устраивают. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.